Ситуация с пандемией коронавируса в Кыргызстане стабильная, заболевших нет. Об этом сегодня сообщила вице-премьер-министр Алтанай Умирбекова на брифинге. Также сегодня стало известно то, что 17 марта сроком на один месяц, цифры еще не точные, запрещается въезд в нашу страну иностранных граждан. Также известно и то, что под запретом оказались проведения тоев и закрываются места общественного питания, где более 50 посадочных мест. Базары свою работу продолжат, а вот в магазинах не должно быть более 10 покупателей. В Кыргызстане чрезвычайную ситуацию вводить пока не будут. По словам вице-премьер-министра, согласно закону о гражданской защите, ЧС объявят, если случаи коронавируса будут обнаружены в нескольких районах, но на всей территории страны нет ни одного заболевшего. 301 человек находятся в обсервации под надзором врачей в госпиталях. Но результаты их анализов на коронавирус отрицательные. Первое решение касается, было сегодня на республиканском штабе предложено временно запретить въезд иностранным гражданам в нашу страну. За исключением граждан Кыргызской республики, находящимся за рубежом. Наши граждане могут при желании возвращаться в страну. Эмирбекова отметила, что в течение трех недель ситуация должна стабилизироваться. Три недели – период, в течение которого вирус проявляется. А значит, особенно велик риск его массового распространения. Поэтому с сегодняшнего дня именно на три недели вводится официальный запрет на проведение праздников в ресторанах и кафе. А также закрыты будут места общепита с количеством посадочных мест более 50. В случае, если зная об эпидемиологической ситуации, об угрозах, например, заведомо об этом зная, но тем не менее ослушиваются принятых решений. В данном случае это принимается постановлением правительства, нормативно-правового акта, который обязателен для исполнения всеми. И здесь предусматриваются различные виды наказаний от штрафов и другие. Поэтому будут привлекаться к ответственности как люди, которые, если речь идет о ресторанах, которые сдали ресторан в аренду для проведения массового мероприятия, несмотря на запрет, так и люди, которые проводят. Если в нашей стране обнаружится коронавирус, в усиленном порядке будут задействованы все врачи, инфекционные и районных больниц. В наличии 644 аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом будет дана более широкая информация. Об условиях карантина будут даваться специальные памятки для наших граждан. В каких условиях, что им необходимо делать, находясь на карантине. Риски для жизни, конечно, в числе первых. Все силы брошены на недопущение инфекции в страну. Однако экономика уже страдает. Бюджет при худшем сценарии потеряет 27 миллиардов сомов. Предприниматели и так несут убытки из-за закрытых границ. Так еще и ограничения теперь введены для сферы услуг. А ведь многие, чтобы открыть свое дело, влезли в долги и кредиты. Эмирбекова отметила, что в правительстве рассматривают вопрос введения налоговых и кредитных каникул. Человек, который попал в этот перечень, то есть если у него было, скажем так, владелец кинотеатра, после запрета люди не ходят, но у него при этом есть кредитные обязательства, то есть в индивидуальном порядке с банками будут прорабатывать. До этого национальным банкам уже принималось решение о том, чтобы не начислялись пени, штрафы за просрочку. Италия, Испания, Германия, Южная Корея, Иран, Франция, США, Швейцария, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бельгия и Австрия. Эти страны входят в первую категорию зараженных в них более тысячи человек. Прибывшие оттуда граждане будут помещены на карантин в стационар на 14 дней. Во вторую категорию войдут все остальные страны. Граждане, прибывшие оттуда, пробудут на домашнем карантине две недели. Стран третьей категории больше нет. Если одновременно может быть обнаружено в нескольких районах или областях, то, соответственно, есть все основания вводить чрезвычайное положение на территории всей республики. Если даже, допустим, будет выявлен один случай, если при опроснике, при составлении эпиданамнеза будет выявлено, что этот человек поконтактировал с разными людьми из разных областей, то даже при одном случае может быть введено чрезвычайное положение на территории всей республики. Сегодня утром из Японии были доставлены 2000 тестов на выявление коронавируса. Также Кыргызстан попросил Китай помочь экспертной поддержкой. Страны Евразийского экономического союза договорились поддерживать друг друга в борьбе с пандемией нового вируса.